Капитальный ремонт Самарской школы номер 162 на завершающей стадии. До окончания работы осталось 10 дней. Учебное заведение изменилось радикально. Проведено усиление строительных конструкций, установка новых систем отопления, электрики, водоснабжения, канализации, замена окон, утеплений фасада и чердака. Осталось выполнить отделочные работы и благоустройство. Идет полностью внутренняя отделка. То есть одновременно работают и устройства потолков, и полов, и отделка стен. Поэтому вся школа идет в работе. Работа проведена большая, но по данным Департамента образования Самары, подрядчик идет с запозданием. Есть опасения и срывы графика. Сегодня разобраться в проблемах на место приехала глава города Елена Лапушкина. Все дело в кровле. Ее должны были сдать уже давно, но у строителей это еще только в планах. То есть это вот два дня у нас до 20-го мы закончим полностью. 162-я Самарская школа расположена на улице Елизарова. Год постройки 1961-й. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году. Срок исполнения всего контракта – 31 августа 2020-го. Причем завершение работ власти ждут 28 августа, чтобы успеть все отмыть, завести мебель и оборудование. Для этого подрядчик переходит в усиленный режим работы. Школа номер 162 у нас была закрыта на капитальный ремонт, усиление конструкции, полностью замена фасада, крыш, ну и, конечно, внутренние отделки. Сейчас мы просим подрядчикам, прошло совещание, началось в 7 утра, и мы просим подрядчикам перевести работу на круглосуточный режим, увеличить количество работников, потому что двери школ должны быть открыты для детей 1 сентября. 1 сентября в этом году – особый день знаний. Из-за самоизоляции вынужденные каникулы продлились почти 5 месяцев. Для детей будет настоящим праздником встретиться в стенах обновленной школы с учителями и школьными друзьями. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.